Берем шум на себя. Станислав Воскресенский посетил научно-экспериментальный центр компании Стандарт Пласт в Иванове. Предприятие занимается производством шума, вибро- и теплоизоляционных материалов и имеет сразу несколько производственных площадок в регионе. Все, что касается акустики дома, в автомобиле, на производстве или в кинотеатре, за готовыми решениями. Это к специалистам Стандарт Пласта. Основный покупатель – это любитель музыки. Но мы внедряем этот продукт по всем каналам, в том числе и для ремонта, и для дополнительной дания жесткости кузову. Есть люди, которые разбираются в этом. И, конечно же, все равно музыка. Но мы понимаем при этом, что автомобиль становится прочнее этой аварии. А насколько вы говорите, что фактически этот рынок создали? Как себя этот рынок сейчас чувствует? Он растет, падает? Что со спросом? Да. Ну и вот в последние три года прирост в среднем 25%. А кто-то, кроме вас, еще в России производит? Ну, у нас 55% рынка. Все остальные конкуренции – это бывшие наши сотрудники. Компания Стандарт Пласт – один из резидентов территории, опережающего социально-экономического развития в Наволоках. И, как выяснилось, еще и полезный сосед. Обещают помочь другому резиденту компании «Нафтек» с своими изделиями. Для решения проблемы чрезмерной вибрации уже готова разработка. Нагрузка будет снижена в четыре раза. У нас многие помещения в Наволках, они специфические. И тяжелое оборудование, особенно с сильными вибрирующими, сильными вибрациями, его нельзя было ставить на второй этаж. Поэтому там такое не очень рациональное получалось распределение производственных мощностей, что нужно занять все первые этажи, а вторые фактически пустовали или ждали бы каких-то еще проектов. Поэтому, я так понимаю, родились вот эти технические инновации. На ближайшие пять лет все инвестпланы уже расписаны. В Наволоках «Стандарт Пласт» готовится к запуску полного цикла создания вибропоглощающих материалов. Второй проект – это вот эти наши красивые изделия из спинного полипропилена. Если по первому проекту у нас инвестиции порядка 100 миллионов и 150 рабочих мест планируется, то здесь, наоборот, 200 миллионов и 50 рабочих мест. Практически удвоение производства за три года. Эту продукцию сегодня производят в России, кроме нас, еще только КНАУ, но у нас где-то 90% рынка. И мы хотим эту долю сохранять. Губернатор обратил внимание на новые рабочие места. На встречах с общественностью главе региона поступает много жалоб на отсутствие работы. И предприятиям, которые вносят свою лепту в решение этой проблемы, правительство тоже готово идти навстречу и оказывать поддержку. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.